У нас форма красная, а не жёлтая, понимаешь? Вы сегодня что? Пахали что-то где-то, что ли? Вогоны разгружали или что? Матч близится к завершению. Счёт 2-0. В пользу он горчан. Тренер иркутской команды негодует. Если игроков правильно не настроить, результата не будет, говорят спортсмены. А для таких юных футболистов, мальчишкам по 12-13 лет, спортивная закалка просто необходима. Характер, выдержка, упорство в этом виде спорта важны не меньше, чем физподготовка. На поле стадиона «Локомотив» собрались команды со всей области. Черемково, Уссулия-Сибирского, Ангарска и Иркутска. Папа у меня раньше боксом занимался, пока не сложилось. Потом мы ходили на футбол, на «Звезды». У меня папа говорит, тренер Муратов был. Хороший тренер, замечательный. И вот меня что-то потянуло немного, я начал немного заниматься. Это второй турнир памяти Сергея Муратова. 13 сезонов подряд он возглавлял команду мастеров. С ним иркутский футбол добился высоких результатов, оказавшись в одном шаге от высшей лиги. В первом дивизионе иркутяне заняли четвертое место на чемпионате России. Играет шесть команд. Иркутска, Ангарска, такая география очень хорошая. Но самое главное, что тут мы и память человека, и чтобы мальчишкам поиграть. Смотрите, какое поле зеленое. Это для них просто радость поиграть на таком поле, где тут только мастера играют, больше тут никто не играет. И вот они, конечно, сражаются, будут три дня сражаться. И потом чемпиона будем вручать призывы, там видите, кубок стоит наш. Областной турнир по футболу среди юношей продлится три дня. Мальчишки будут гонять мяч до воскресенья. Также на поле выйдут и взрослые любительские команды. Шахтер из Черемхова и Сервика из Иркутска. Они будут выявлять победителей в финале областного первенства, который состоится в субботу на этом же стадионе в 15.30. Объединить в рамках соревнований подрастающих и взрослых футболистов изюминка турнира, который станет достойным завершением сезона. Екатерина Семиусова, Максим Романов. Новости сейчас.